Ну что, дорогие друзья, количество холдеров XRP потихоньку растет. За последнее время оно выросло на 66 тысяч. Еще недавно мы с вами смотрели топ богатых кошельков XRP. И здесь было 3 миллиона 200 тысяч адресов. Теперь это 3 миллиона 266 тысяч. Хочу напомнить, что огромное количество XRP сосредоточено в кошельках от 10 тысяч XRP до 49 тысяч 900. И значит от 100 тысяч до 200 тысяч огромное количество XRP сосредоточено. Ну и, конечно же, киты имеют тоже огромное количество XRP. Само больше имеет XRP 69 адресов с количеством от 100 тысяч до полумиллиарда XRP. Но это к тому, что XRP никто не холдит, XRP никому не нужен и так далее и тому подобное. Что касается биткоина, конечно же, холдят и биткоин. И здесь мы видим, что, например, в октябре-ноябре 2020 года здесь балансы биткоина холдеров долгосрочных имели 12,7 миллиона биткоинов. И затем этот пик ушел вниз. И это все ушло в... Но распределение монет около 11 миллионов. А вернее даже ниже 11 миллионов. Затем мы сейчас видим, опять-таки, восстановление позиций. И это говорит о том, что холдеры биткоина, они выкупают коррекции, выкупают падения. И об этом также свидетельствуют балансы кошельков с непосредственно количеством биткоинов. Либо, значит, меньше 100, либо равно 100. И здесь мы видим, что количество данных кошельков, количество биткоин-миллионеров, оно резко, кстати, пополнилось в конце августа. Что говорит о том, что даже, в принципе, люди, которые не особо раньше верили в рынок криптовалют, но имели деньги сейчас, конечно, заходят сюда на рынок криптовалют. Что касается самого рынка криптовалюты, биткоина, то здесь мы наблюдаем такую картину, что отбились мы от зоны поддержки. Это 47800. Пока что ситуация на рынке довольно-таки неоднозначная, потому что снижена волатильность. И торговать на альткоинах довольно-таки трудно и скучно. И зачастую мы видели, конечно, с вами падение. Но, тем не менее, сейчас мы наблюдаем такое небольшое восстановление в рамках коррекции после падения, например, того же лайткоина. С 190 до 170 долларов он упал. И сейчас идет такая небольшая коррекция локальная. И пока что бы я не торопился заходить в позиции, заходить, набирать, все-все-все, потому что действительно ситуация сейчас неоднозначная. Потому что на рынке хочу напомнить, что здесь происходит у нас фария, жадность 7300. То есть люди как вроде и заходят на рынок криптовалют и покупают на коррекциях. И это все довольно-таки зачастую печально кончается. Коррекция биткоина, в моем понимании, она могла бы быть, и это было бы адекватно в район 35-40 тысяч долларов, что вполне себе нормально. Если мы говорим про недельный таймфрейм, то здесь биткоин рисует как раз-таки на недельном таймфрейме коррекцию. Это говорит о том, что наверх мы навряд ли пойдем. И пока что нам стоит остыть после 5-недельного роста непосредственно биткоина и рынка криптовалют. Но пока что небольшая рекламная пауза. Один из лучших вариантов на рынке заработать хорошие деньги в крипте с низкими рисками – это 3.TH.io. В данном проекте собраны одни из лучших трейдеров по крипте, что дают топовый результат по прибыли в отрасли на данный момент. Проект принимает инвестиции и выплачивает по 3% прибыли в день, гарантированно своим вкладчикам. Также ваш квад остается под гарантией, и вы можете в любой момент вывести свой клад и накопленную прибыль без каких-либо рисков. Проект работает надежно, выводы здесь работают как часы. Многие люди делают очень хорошую прибыль благодаря этой команде по тренингу. Не упускайте золотую возможность заработать отличную прибыль в крипте и значительно улучшить свой доход. Что касается Ripple против SEC, какие вообще есть новые даты, что известно и так далее. Дело в том, что крайний срок экспертизы могут снова отодвинуть. И SEC и Ripple подали совместное ходатайство с просьбой продлить текущий крайний срок экспертизы до 12 ноября 2021 года. Здесь стоит отметить, что адвокат Филом внимательно следящий за делом. Ripple считает, что последнее ходатайство сигнализирует о том, что урегулирования не будет. И здесь по опыту любой, кто думает, что это дело урегулируется в ближайшее время, должен пересмотреть свое мнение. То есть все непросто и все неоднозначно. В то же время суд назначил новую телефонную конференцию. Стоится она 31 августа в 12 часов. И здесь они хотят заставить регулятор представить свои внутриведомственные документы, которые выражают взгляды сторожевого пса на биткоин, эфириум и XRP. То есть так или иначе Ripple хочет понять, почему SEC относится к биткоину так, к эфириуму так, к XRP именно вот так. Многим непонятно, да, и иск, который сейчас идет между Ripple, против SEC, да, вот эта вся тяга мотина. Холдеры, конечно, они наблюдают за этим, но они реально не поймут, чем же биткоин эфириум отличается от XRP. На самом деле это все те же криптовалюты, да, но пристальное внимание почему-то SEC обратила именно на XRP. Ну и здесь SEC неверно характеризует показания Хинмана, или это бывший, напомню вам, высокопоставленный чиновник. И здесь все-таки он советовал компании прекратить недавно продажи XRP, да, стало известно. А на самом деле он советовал компании прекратить продажи XRP в 2018 году. И он считал, что XRP еще тогда, это не зарегистрированная ценная бумага была. И Ripple заявляет, что он предпринял только попытку нанести ответный удар, который не затрагивал дискуссию от цифровых активов, кроме XRP. Кроме того, компания утверждает, что личные взгляды Хинмана на шестое по величине криптовалюты сомнительные. То есть личное мнение господина Хинмана относительно статуса XRP в любом случае сомнительно, учитывая его показания о том, что не все факторы, изложенные в тесте Хауи, должны быть соблюдены для заключения инвестиционного контракта. Ну и опять-таки непонятен мотив Хинмана, на чем он основывал то высказывание, когда говорил, что не продавайте XRP, и то, что XRP это ценная бумага. Никто до сих пор не знает, и все до сих пор в недоумениях. А сам Хинман молчит и не может сказать и внятно ответить на данные вопросы. Что касается биткоина, поход биткоин будет еще дорожать, потому что стоимость майнеров биткоина может вырасти из-за подорожания комплектующих. И как вы знаете, если в принципе растут комплектующие, если растут майнеры, если повышается значит непосредственно спрос и также на майнинг биткоина, то это все делает ажиотаж и цена биткоина впоследствии взлетает наверх. Поэтому здесь, я думаю, чтобы добыть один биткоин, нужно будет довольно-таки хорошо вложиться. Подводя итоги рынка криптовалют, можно сказать, что на данный момент у нас консолидация. Рынок, честно говоря, в последнее время не интересен. Вот эти терки Ripple против SEC однозначно здесь можно сказать, что когда даже объявят победу XRP, то это скорее всего будет после Tuzamuna XRP. Потому что на самом деле это все выглядит довольно-таки очень странно. Сам токен XRP очень хорошо вырвался, нарисовал бычий флаг. И возможно вот здесь непосредственно локальное дно, которое рисует XRP на недельном таймфрейме, оно поджимается. И это говорит о том, что здесь, если мы в принципе также на этой и на следующей неделе не сходим ниже доллара и 10, то это будет говорить о том, что здесь идет поджатие. И непосредственно выстрел готовится по Ripple XRP, там в район 1.56, 1.60 и я думаю, что вплоть до 2 долларов данный выстрел будет. Поэтому здесь обратите на это внимание. То есть нам стоит, конечно же, здесь пройти и зону сопротивления. Это 1.30, да. И здесь у нас формируется такой треугольник. Очень интересно. То есть это говорит о том, что инструмент готов к взрыву. И на XRP также мы видим здесь непосредственно золотое пересечение, которое будет. То есть я считаю, что здесь мы увидим очень хороший рост. И все это в принципе, вот то, что было здесь, это непосредственно за кулиса. И это все рисуется перед хорошим походом наверх. Причем наверх, в район 3-4-5 долларов. Всем пока и до новых встреч. Один из лучших вариантов на рынке заработать очень хорошие деньги в крипте. Это 3TH.IUR. Не упускайте свою золотую возможность и переходите по ссылке в описании на данный проект для ознакомления.